МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стоит отметить, что репертуар был подобран в основном на музыку и слова русских композиторов. А композиции, которые звучали на вокальном вечере, знакомы и нынешнему поколению. Программу вечера представляли два необычайно красивых голоса. Виталий Моисеенко – баритон, и Рустам Ахмедзианов – тенор. Среди песен, которые они исполнили, были русские народные и неаполитанские песни, а также ария из оперы «Майская ночь», ария «Мистера Икс» и другие. Такие романсы, которые всегда будут очень интересные чувства, лирические чувства и чувства осознания того, что любовь – это вечный двигатель. У Великого Пушкина сказано, что мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв. И то, что мы сейчас делаем вместе с Рустамом, это одна из нашей формы жизни, потому что ощущение того, что ты существуешь, ты можешь жить, делать музыку – это, по-моему, одно из самых главных в человеческой жизни. Не только же материальная жизнь определяет наше бытие. По словам артистов, идея организовать это мероприятие пришла в голову их педагогу – Людмиле Ромашко. Они тщательно на протяжении девяти месяцев работали над программой, что и сказалось на хорошем результате. Для первого раза мы решили взять именно старинные, проверенные вещи, потому что, если тут фальшиво поешь, то эти песни и мелодии на слуху, и поэтому каждый бы воспринял бы это как-то неправильно. Поэтому репертарь у нас достаточно впетый, знакомый, и всем людям достаточно приятно это услышать, тем более на хорошем русском языке это все звучит. Зрители многократно хвалили и концертмейстера Ивана Барановского, а также ведущую Марину Париж, на которой лежала ответственность за атмосферу вечера. Я думаю, что к следующему ребенку мы тоже где-то месяцев через 9 подготовим, потому что мы хотим сделать... У нас хорошее сочетание, у нас теноры-баритоны, поэтому у нас очень есть интересные проекты, и можно исполнять, и исполнять. Чем больше будет подобных вечеров, тем больше возможностей у нашего народа чувствовать себя уютно. Такие мероприятия развивают культуру нашей страны, а Российский Центр науки и культуры, представители русской общины, музыкальной академии и другие организации дарят русскоязычным гражданам Республики Молдова эту возможность. Свой взор опасный, не устремляй, не устремляй.